Акцент Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире очередной выпуск программы Акцент. Я ее ведущий Юрий Алаев. И сегодня мы поговорим немножко о делах сердечных. Но не в переносном, а в буквальном смысле слова. Так как у нас в студии заведующий кардиохирургическим отделением клиники Казанского федерального университета кандидат медицинских наук Даниил Фаридович Хазиахметов. Здравствуйте, Даниил Фаридович! Здравствуйте! Как и договаривались, начнем с самого простого. Я посмотрел страничку вашего отделения на сайте клиники КФУ или то, что привычно для казанцев, для большинства, как раньше ее называли, РКБ-2, а еще раньше Абхомовская клиника. Короче, я посмотрел вашу страничку и, знаете, обратил внимание вот на что. Там представлены пять врачей вместе с вами. И такой биографический, что ли, или хронологический нюанс. Все они пришли в эту клинику, и вы тоже, в 2017 году. Я так понимаю, меньше года прошло, да, как образовалось это кардиохирургическое отделение, и все пришли из МКДЦ, из межрегионального клиника диагностического центра. Если можно, как и почему происходит, или произошла такая трансплантация, если уместен этот термин? Ну, вопрос относительно простой, но ответ очень сложный. Почему? Потому что, ну, во-первых, мне бы хотелось обратиться к истории и поблагодарить за приглашение, и напомнить, может быть, зрителям вам о том, что здание, в котором мы находимся, это бывшая третья городская больница, так называемая старая клиника. И в этом году исполняется ровно 60 лет, когда впервые в Татарстане именно в этих стенах была проведена первая операция на сердце. То есть в 1958 году выполнена закрытая митральная комиссура томия. Позднее, там же через пять лет, клиника переместилась в шестую городскую больницу. Заведующим отделением стал Николай Петрович Медведев практически, мы считаем основателем, да, Казанской школы кардиохирургов. И увеличилось количество и спектр операций. Практически все прошлое, скажем так, кардиохирургии, вот с 1953 по 2006 год проходило в стенах шестой городской больницы. И в свою очередь я, еще будучи студентом медицинского университета, как бы начинал, скажем так, свое приближение к клинике в стенах шестой городской больницы. Там прошла моя ординатура, аспирантура, становление меня как хирурга. И в шестом году практически весь коллектив центра сердечно-сосудистой хирургии, он перешел в МКДЦ. То есть в какой-то степени вот это движение в семнадцатом году можно расценивать как возврат в альма-матер, поскольку сейчас шестая городская больница является одним из компонентов университетской клиники. Но это, скажем так, исторический экскурс. Идеологическая подоплека здесь в том, что в принципе в кардиохирургии, если так очень грубо сказать, последние 20-25 лет, ну пришел некий период стагнации. То есть стагнация технологий, то есть операция орто-коронарного шунтирования, отработанная практически до звона, если можно так сказать. Летальность вот этих операций в настоящее время в ведущих центрах менее одного процента. Операции по протезированию пластики клапанов тоже, в общем-то, отработаны и касаются там различий буквально нюансов каких-то у каждой клиники. А ничего нового, особенно в открытой кардиохирургии, в последнее время нет. Да, бурными темпами развивается аритмология. Извините, пожалуйста, я вас перебью. Вы сейчас сказали, открытая кардиохирургия. Это сразу наводит на какие-то конспирологические штучки. Что значит открытая? Есть еще и закрытая? Или речь идет об операциях на открытом сердце? Скорее, да. Скорее так. Я так применил наш немножко жаргон. Это операции есть на открытом сердце. И операции, так называемые, транскатетерные и торакоскопические. Третий вариант вмешательства. Так вот, основная динамика, наверное, сейчас идет в области аритмологии и транскатетерных методик. А вот открытые операции, они все-таки немножечко стали, ну, если можно так сказать, скучноваты. С другой стороны, в КФУ, насколько мы сейчас знаем, есть большой потенциал по развитию клеточных технологий, регенеративной медицины, которые могут дать, если так можно сказать, свежую кровь в кардиохирургическое вмешательство, кардиохирургическую мысль. Где-то на стыке инжиниринга, скажем так, биологического, полимерного инжиниринга и стволовых клеток, и, скажем так, рутинной кардиохирургии, по-видимому, мы ожидаем каких-то новых решений. И для нашего коллектива, для моих коллег, которые поддались этому соблазну и тоже перешли из МКДЦ в университетскую клинику, именно вот эти перспективы, этот интерес, наверное, и послужил основанием для перехода. Очень мощные, я бы сказал, научные обоснования. У меня-то первая мысль была, когда я увидел вот этот вот, да, такой срез хронологический, думаю, ну, по всей видимости, ну, во-первых, я обратил внимание, что вы все молодые, да, молодой такой, как принято говорить, перспективный, впереди еще достаточно большое количество лет интенсивной работы, совершенствований. Во-вторых, я подумал о том, что, ну, вот вы сейчас упомянули, что был Медведев и его люди, скажем, его команда, группа там, потом они перетекли в МКДЦ, а теперь, значит, часть вот СМКДЦ ушла в университетскую клинику. Это всегда, помимо всего прочего, дело, мне кажется, ведь не только в том, что кардиохирургия в какой-то своей части стала скучной, дело в том, что это мое дилетантское мнение, вы меня поправите, если я ошибаюсь, да, у меня такое ощущение, что просто вот существует некоторая константа, такое некоторое постоянное количество врачей-хирургов, которые работают на уровне, и они вынужденно кочуют или их, извините за грубое словцо, сманивают. Вот взяли вас из МКДЦ, например, просто переманили какими-то не только перспективами научными, что, конечно, делает честь вам и вашим коллегам, но, может быть, еще и условиями труда и материальным обеспечением, или в этом случае вы не выиграли ничего, а, может быть, и проиграли? Ну, в плане материального обеспечения я не скажу, что мы проиграли, то есть мы примерно на тех же условиях перешли. Другое дело, что, опять же, у нас, может быть, старшее поколение как раз, как вот ныне действующих заведующих в МКДЦ Садыква Марфайловича Вагизова, Эльдара Ильгизовича Вагизова. Я думаю, что поднимать кардиохирургию, где бы то ни было, это очень тяжело. Если, скажем, попросить их еще по второму разу это сделать, они сильно задумаются, зная, насколько это сложно. Скорее, мы оказались менее опытные и питающие не клюзии. И более дерзновенные, да? Да, не питающие иллюзии о том, что это сделать просто. Вот, может быть, я ошибаюсь. У меня такое ощущение, вот, о Медведеве, наверное, ну, все слышали, кто хоть сколько-нибудь там соприкасался вообще с болезнями, тем более с болезнями сердца. А болезнь сердца, это, насколько я понимаю, каждый второй, если не каждый первый. Абсолютно правильно. Примерно так. Вот. Но у меня, может быть, ложные опять ощущения. Я в силу профессиональной принадлежности, и там, я не знаю, статус какого-то профессионального журналистка. Я к этой клинике приписан там с 70-х годов, вот, когда она Обхововская называлась. И как-то раз я туда попал, на недельку меня уложили, как раз с подозрениями, что что-то не вполне в порядке, там, с каким-то желудочком, с левым, правым, неважно. И тогда я впервые услышал, что, а, ну, да, значит, да, 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 это вот профессор Медведев должен проконсультировать. Ну, там, правда, обошлось, но у меня сложилось впечатление, что в самой Обхововской клинике не было вообще никакой кардиохирургии. И когда она стала университетской, тоже не было. То есть, правильно я понимаю, что вот ваша группа, фактически вот они, вы основали, да, это отделение? Ну, де-юра так, но, во всяком случае, одно время у нас есть сейчас главный внештатный кардиохирург, профессор кафедры хирургических болезней, ну, наш главный кардиохирург Джарлик Руин Кондратьевич, наверное, фамилия вам это известна. То есть, одно время он заведовал отделением хирургии в той самой Обхововской клинике, о которой вы говорите. И, в общем-то, это, наверное... Там общая хирургия была. Там общая хирургия. Но и преимущество, если так можно сказать, разрешите, там, старой школы, да, она не была настолько узконаправленна, не была как флюсоподобна, да, как некоторые специалисты сейчас. То есть, кардиохирурги уровня Руина Кондратьевича невеликолепно разбирались и в хирургии абдоминальной, и в таракальной, и в гнойной. Вот поэтому говорить о том, что ни сном, ни духом в Обхововской больнице кардиохирургии не было, тоже не совсем правильно. Там был Руин Кондратьевич, одно время он работал и оперировал. Один. Ну, один, да, бригады кардиохирургов там не было. Один. Хорошо, вы упомянули, вот, обосновывая переход вас или вашей команды вот сюда, в университетскую клинику, о том, что существуют вот какие-то некие научные направления, развиваются здесь, да, в университете, вот в медико-биологическом кластере, если это можно так назвать, или направлении, связанные с такой пластической какой-то, ну, и с использованием пластиковых, да, элементов хирургии, и регенерацией клеток. Речь идет о регенерации в том числе сердечной мышцы. Да. Да? Но я что-то, может быть, не очень понимаю, если эта регенерация – это естественный процесс, да, то есть мы вводим какие-то вещества, которые позволяют восстанавливаться клетки, да, сокращаемость ее, там, да, вот всю эту динамику восстанавливать. Ну, а хирург-то здесь вообще нужен или нет, если это направление будет развиваться? Ну, дело в том, что наши операции проводятся, операции по ревоскулиризации, операции коронарного шунтирования, они имеют смысл только тогда, когда мы восстанавливаем кровоснабжение живой мышцы, а не рубца, который вызывался после инфаркта. И вот этой ишемизированной больной мышце, ей нужна помощь не только в плане восстановления кровотока, но и помощь, скажем так, функциональной, чтобы эта клетка начала сокращаться, чтобы она была сытая, довольная и участвовала в сокращении сердца. Но здесь еще вопрос в другом. То есть, говоря о стволовых технологиях или регенерационной медицине, кардиохирургия, пожалуй, становится средством транспортировки, доставки, имплантации тех устройств, конструкций или веществ, которые могут разрабатываться для помощи. И это уже немножко другая техника и другая технология. Это прецизионные инструментарии, это микроскопии. И это сложно даже представить. Получается, даже с точки зрения вот этой мелкой моторики, нужны другие навыки, другие руки хирургу? Ну, в общем-то, мы в повседневной сфере работе пользуемся оптикой, четырех-пятикратной оптикой, то есть, шовный материал, которым мы используем, они практически неразличимы глазом. То есть, мы сшиваем там миллиметровые, полуторамиллиметровые сосуды между собой. Естественно, микроскопическая техника, техника работать с такими тканями, она у хирурга должна быть. Здесь далеко не каждый сможет работать. Да. Еще говорят о хирургах, вы меня извините, и все хирурги, которые, может быть, нас сейчас слушают, что напряженность работы приводит к тому, что необходимо просто стресс снять извечным таким российским способом, а снятие стресса таким способом может привести к легкому тремору. Да? Это легенда, это байка, или это, в общем, достаточно распространенное явление? Ну, подобная дилемма, я думаю, существует. Здесь кривить душу я не буду. Вот поэтому, скажем так, наиболее организованные хирурги после работы идут снимать стресс в библиотеку. И что же они там читают? Современную литературу. Да что вы говорите? Это очень интересный способ снятия стресса. Взять и просто книгу почитать, да? Конечно. И вы этим пользуетесь? Да, стараюсь. Что вы сейчас читаете? Ну, дело в том, что у нас сейчас буквально недавно проходили так называемые Самойловские конференции, может быть, вы слышали, да? То есть мы готовили ряд тезисов по тем интересным клиническим случаям, которые произошли у нас в том году, в этом году. А когда готовишь тезис, соответственно, приходится изучать и зарубежную литературу по соответствующим случаям. Вы читаете по-английски? То есть читаете первоисточники, да? В этом случае, да. Очень интересно. Надо будет попробовать. Это для меня новый. Я, конечно, каждый день читаю что-нибудь, но как-то мне не приходило в голову, что это такой инструмент снятия стрессовых нагрузок. Надо будет попробовать. Спасибо. Вот уже и первая подсказка, уважаемые телезрители, пробуйте что-нибудь, кроме алкоголя. В частности, говорят, что хорошие книги помогают тоже снять стресс. Ну, на самом деле, это так, да. Читающий человек проживает тысячу жизней, человек не читающий проживает одну. И, как правило, не очень хорошо. Вернемся к делам медицинским. Общепринятая точка зрения, что сердечно-сосудистые заболевания борются за пальму первенства с онкологией в современном мире. Кто доминирует? Все-таки по-прежнему сердечно-сосудистые? Или мы стали уже настолько долго жить в среднем, что догоняет онкология? Вы очень правильно подметили. То есть, если мы будем говорить о смертности, средней смертности более ранней возрасты, то это касается чаще инфекционной какой-то патологии, что мы видели там на примере 16-17-18 веков. Со временем продолжительность жизни нарастает, и на первый план выходят сердечно-сосудистые заболевания, и справиться с ними на самом деле очень сложно. То есть, эта проблема остается нерешенной. И давно уже подмечено, что как только мы переступим, наверное, порог среднего возраста 80 лет, на первое место у нас выйдут онкологии. Но пока что доминирует сердечно-сосудистые заболевания? Пока что, да. То есть, официальная статистика говорит, что до половины случаев летальных исходов, смертельных исходов все-таки связано с именно заболеванием сердечно-сосудистой системы. Это ведь, мягко говоря, далеко не новая проблема. Это проблема, уходящая в глубину там тысячелетия. То есть, раньше просто говорили разрыв сердца, сейчас выражается немножко по-другому. Но, смотрите, Даниил Фаридович, это это ведь фундаментальная получается проблема. Это проблема фундаментальной науки в каком-то смысле. Мы не можем понять, в чем причина, но общераспространенная, ну, стрессы, ну, стрессы. Но это, на мой взгляд, немножко такая отговорка. Как все-таки заставить по возможности дольше работать сердце в нормальном режиме, работать сосуды в нормальном режиме, чтобы они там не загрязнялись, какими-то бляшками не увешивались и так далее. Опять же, немножко расширенно отвечу, если позвольте. Да, конечно. То есть, несмотря, может быть, о каком-то космическом, отношении как к космическим исследованию кардиохирургии, по сути, с точки зрения хирурга, кардиохирургия во многом это провал. Так же, как война это провал дипломатии, да, то кардиохирургия это провал в общем-то звена предшествующего, то есть, это профилактического и терапевтического. По сути, наверное, наибольшее все-таки вливание и влияние должны приходить именно на профилактическое звено. Но до профилактического, медицинского профилактического звена все-таки еще должно измениться отношение самих пациентов к себе во многом. Те рекомендации, которые мы даем по увеличению продолжительности жизни, по избеганию сердечно-сосудистых ситуаций, каких-то они в общем-то известны и очень просты, что самое смешное, мало кто к ним прислушивается и следует. А давайте на всякий случай повторим, вдруг сейчас кто-нибудь прислушается, пусть хотя бы два-три человека. Очень обидно бывает, когда мы скажем только что прооперированных нами пациентов находим через год собственно говоря продолжающими там курить, соблюдать тот же образ жизни, который они вели до операции. Получается, что наши усилия, наши работы, наши тревоги, наши там когда-то бессонные ночи, они просто уходят впустую. То есть вы сейчас говорите о том, что курю вообще надо вот... Во-первых, курение, безусловно. Во-первых, это курение. Во-вторых, ограничение, как мы говорим, животных жиров, то есть переход все-таки на растительные жиры, больше употребления растительной пищи. Бич наше время, как говорят, гиподинамия. Это, в общем-то, и... Мало двигаемся. Мало двигаемся, да. И жизнь в городах все-таки это излишне эмоциональная жизнь. Это, в общем-то, определенная с точки зрения биологии скученность особей, если так можно сказать, она тоже приводит к стрессу и постоянной гипертензии, которая тоже плохо сказывается на сердечно-сосудистой системе. Я перевожу на бытовой язык, потому что повышенное давление. Да, повышенное давление. Если выстроить вот эту вот цепочечку, да, вот... Кстати, вы не назвали алкоголь. Это, похоже, уже такой фактор, который имеет и плюсы, и минусы. Здесь я скажу не как специалист, наверное, да, больше как-то, наверное, частное лицо. Я боюсь сказать, что алкоголь имеет пользу для сердечно-сосудистой системы, потому что, к сожалению, наши сограждане редко знают ту границу. Меру. Меру. Да. Поэтому, скажем, если мы говорим о небольших дозах, если мы говорим о там стандартах 20, 30, 50 миллилитров, для нашего человека это ничто, собственно говоря. К сожалению. Поэтому и разговаривать об этом смысла нет. Понятно. Если вот эту вот пирамидку построить, из приведенных вами вот факторов, давайте построим пирамидку. значит, табакокурение, животные жиры, позиция номер два, гиподинами, то есть малоподвижный образ жизни, и стрессы, вызванные, ну, не очень хорошей социальной обстановкой, скученность, социальная, рабочая обстановка, да, на работе. Если построить их, варанжировать, первое, второе, третье, четвертое место, как бы вы их построили? То есть вот я, извините, я просто поясню на себе. Подвержен, курю, мало двигаюсь, меньше, чем хотелось бы. Да, действительно, постоянно среди особей себе подобных скученность иногда возникают стрессовые ситуации, но я понимаю, что я не могу сразу от всего отказаться. От курения, от животных жиров, я должен, вот если бы вы сказали, давай, вот для начала откажись от этого, это самое главное для тебя. Потом уже следующий этап, попробуй от этого отказаться, или попробуй вот к этому прийти. Что бы это было? На первое место я все-таки поставил бы курение. Курение. Да, потому что отрицательный эффект есть, а если вы откажетесь, то экономически положительный эффект тоже для вас. Экономически, да, вы понимаете, как курильщик с очень-очень большим стажем, я, ну, и в каком-то смысле человек любопытствующий, любознательный, я в том числе прочитал, что вот никотин, ради которого, собственно говоря, мы курим, да, мы же не ради того, чтобы смолу глотать, лучше бы ее поменьше было, он же еще, помимо всего прочего, и вам, сосудистым хирургам, помогает. Говорят, что, вот я неоднократно читал о том, что никотин способствует росту кровеносных сосудов. Это что? Это заблуждение? Ну, во-первых, нет ничего общего между никотином и никотиновой кислотой, которая используется при лечении. А во-вторых, скажем, у лиц, злоупотребляющих никотином длительное время, происходит обтурация, закрытие бляшками основных сосудов, что стимулирует развитие коллатерального дополнительного кровотока. То есть, организм находит просто обходные тропинки на фоне закрытия основных сосудов. Это не положительный эффект, это выход из очень серьезной ситуации. Вот видите, как очень много, конечно, дилетантской литературы, вот так вот начитаешься, то есть, оно, конечно, вроде бы способствует образованию новых микрососудов, именно потому, что оно же блокирует основные сосуды. Абсолютно правильно. Да. Понятно. Снимается, да, надо задуматься, надо задуматься, товарищи, коллеги, господа. Если говорить о терапии, вот помимо этих факторов, существует, вообще, вот сейчас, насколько велика нагрузка на вас, на кардиохирург, в целом, и конкретно вот на ваше отделение. То есть, ведь тоже, наверное, существует какая-то динамика по годам, что, скажем, вот там, в 90-е, которые принято сейчас называть лихими, наверное, стрессовых ситуаций было у публики гораздо больше, и, наверное, терапевтических возможностей было поменьше для предотвращения. Можно ли вот по объему кардиохирургических операций, по доле обращающихся или вынужденных обратиться к этим, судить о некой социальной обстановке? Ну, на самом деле, вопрос этот самый сложный, наверное, потому что здесь столько нюансов участвует в формировании картины или там среза пациентов, которые в нашем отделении. То есть, даже для примера, возьмем, допустим, заболевание клапанов сердца. Основной ведущей патологии там в 60-х, 70-х, 80-х, начало 90-х годов это было ревматическое поражение. Это ревмокардит? Ревмокардит или ревматизм любой локализации с последующим отрицательным эффектом на клапанное сердце. Да, это ревмокардит. И в 90-х годах в зарубежных центрах, там, в Германии или в Штатах, врачи уже сбегались на операцию там, где оперировался ревматический клапан. То есть, ревматизм у них был покончен уже давным-давно и таких случаев они не видели. Чаще у наших жителей нашей страны, которые приезжали на хирургическое лечение туда. Почему они с ним покончили? Эффективная терапия ревматизма до того этапа, когда он перешел еще на терапию. Терапия с помощью медикаментозных каких-то средств? Да. То есть, вот тех средств, которыми мы не располагаем в России? Ну, мы говорим о картине 60-70-х годов. Сейчас у нас спектр, не будем говорить про сегодняшнее время, но у нас в настоящее время спектр адекватный. И вы немножечко недослушали. Извините. Основной патологией у них было атеросклеротическое поражение клапанов. Это болезнь уже благородных, развитых, демократических, аристократических государств. В последнее время мы отмечаем такую же тенденцию. Ревматические клапаны встречаются все реже и реже, и в профиль наших пациентов все чаще занимает атеросклероз. Облагораживаемся. 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 Благодаря чему? Стали по-другому питаться? В том числе, я думаю, да, по сравнению с 90-ми годами, я думаю, если сделать средство среднего холестерина в нашей крови, я думаю, что он поднялся. Это вот высокой плотности холестерина? Холестеринов низкой плотности, тот, который не очень хороший, который как раз... А низкой плотности? Да, тот, который является строительным элементом наших бляшек атеросклеротических. Относительно коронарного шунтирования. Тоже сложно говорить, потому что в настоящее время очень выросли и пошли вперед вот эти рентген-эндоваскулярные технологии раскрытия сосудов с помощью дилетационных баллончиков установки стенд-графтов туда. Это вот просто через какую-то... Через прокол на бедре или через лучевую артерию на руке проводится тоненький катетер, который позволяет раскрыть этот сосуд. Допустим, извините, я опять вас перебиваю, просто тема меня самого интересует по многим причинам, как говорится, жизненно важная. Я понимаю, вот эндоваскулярное вмешательство, допустим, там, ну, есть аневризма, да, вот ввели там какой-то на этот участок аневризма, внутрь, да, и он вроде бы образовал стеночки, этот сосуд, и так что вот это вот вздутие аневризма, оно уже вроде бы ни при чем, то есть кровоток. А фактор тромбообразования при этом опасность. Мы не провоцируем таким образом образование тромбов? Значит, во-первых, в отличие от самых первых конструкций этих стендов, которые представляли собой непокрытые металлические конструкции, современная мысль в области стентирования, она бьется именно в том, чем нужно покрыть этот стенд, чтобы он обладал наименьшей тромбогенной активностью. Это во-первых. И во-вторых, пациенты после этих манипуляций, они принимают в течение длительного времени препараты, которые как бы разжижают кровь простым языком, то есть не дают этим тромбам образовываться на стенках. Антикоагулянт. Антикоагулянт, антиагрегант. Очень интересно. Вот волей-неволей мы от примеров и косвенных или прямых советов тем, кто нас смотрит и слушает, переходим все-таки опять к такой какой-то научной проблематике. может быть вы знаете, да я думаю наверняка знаете, буквально вот неделю назад у ректора было большое совещание по вопросу или по поводу стратегии развития медико-биологического направления в Казанском университете. Многочасовое, кстати сказать, совещание, много там разных вещей было высказано, но я вот опять же, как дилетант обратил внимание на, может быть, не на самое главное, но я думаю вас как практика и как ученого в то же время это должно волновать и не только вас. Была высказана такая идея, даже не идея, я бы сказал требование, наверное, чтобы каждый зав. отделением независимо от профиля в университетской клинике был не только врачом, но запятая исследователем, запятая ученым и читал лекции. По этому поводу возникла легкая дискуссия, потому что и я согласен в общем с тем, что почва для дискуссии здесь есть, потому что не очень понятно, как это совместить с точки зрения фактора времени даже вот этого таймбилдинга и как это совместить еще с немножко разными все-таки функциями администратора, которым отчасти является заведующим отделением и ученого. Я, допустим, могу писать тексты, да я журналист с довольно большим, мягко говоря, стажем, но несколько раз мне предлагали преподавать, я в ужасе просто отказывался, потому что это абсолютно не мое, а перед вами похоже эти требования будут поставлены рано, не сегодня, завтра. Как вы думаете, тут есть вообще какие-то возможности, вот если вы примерите на себя эти противоречия устранить или гармонизировать? Я скажу так, что я благодарен вам за этот вопрос, потому что у меня есть возможность может быть рассказать малоизвестную информацию, в 92-м году на базе 6-й городской больницы было создано такое образование, как Казанский центр сердечно-сосудистой хирургии, который впоследствии назван в честь Николая Петровича Медведева, который существовал до 2006 года. Вот этот центр в какой-то степени я считаю малоизвестной, но очень, наверное, подходящей моделью существования клиники и науки. Что он в себя включал? Сначала я завожу свою идею. Каждый специалист, клинический специалист в университетской клинике, на мой взгляд, должен представляться как минимум в одной, как максимум в трех ипостасях. Во-первых, это врач, врач-дежурант, консультант какого-то отделения, заведующий каким-то отделением, то есть это чисто клиническая эстезия. Второе, это сотрудник кафедры, который располагается на базе этого отделения, то есть это может быть ассистент, аспирант, доцент, профессор, заведующий кафедрой. И третье, это функциональное подразделение по, может быть, временного коллектива, решающего определенную задачу по типу лаборатории. Соответственно, это младший, средний, старший научный сотрудник, руководитель какой-то проблемной лаборатории. Вы сейчас описываете структуру вот этого центра медведя? Подожди, это мое мнение, а сейчас я перевожу на структуру вот этого центра сердечно-сосудистой хирургии, а по сути там так и было. Там было, по времени было, было 3-4 отделения, то есть там было отделение врожденных пороков, сосудистой хирургии, приобретенных пороков, потом появилось отделение ишемической болезни сердца, то есть это чисто клиническая структура была. Дальше существовала кафедра хирургических болезней номер 2, там ассистентом и доцентом, который я был, являюсь до сих пор. КГМУ. КГМУ, да, то есть я и преподавал занятия, там читал лекции, участвовал в ведении студенческого научного кружка и в том числе там была защищена моя кандидатская диссертация, то есть это, как бы сказать, преподавательская стезия. И третье, там, ну можно сказать, были функциональные единицы, лаборатории, это лаборатория рентген-хирургических методов диагностики и лечения, лаборатория аритмологии, лаборатория искусственного кровообращения. То есть получается, что один и тот же человек в силу свободного времени или каких-то особых интересов, он мог существовать вполне органично в трех ипостасях. И, в общем-то, для меня это казалось абсолютно нормальным, интересным, и то, что сейчас я этого не вижу или, допустим, возникают какие-то вопросы, а как это делать, то, может быть, немножко вернуться назад и посмотреть, как это было в стенах. То есть это делалось? Конечно. Это существовало в течение ряда лет. Очень интересно. Очень интересно. Я, признаться, был готов и к прямо противоположному ответу. Ну, не то, что рассчитывал, но так подумал, что вы больше сконцентрируетесь все-таки на проблематике. А тут выясняется, что нечего особенно опасаться, надо просто делать. Надо просто делать. Надо просто правильно распределять свое время, силы и иметь интерес к тому, что ты делаешь. Да, конечно. Если проще. Я последний вам задам сейчас вопрос. Не знаю, может быть, он немножко некорректный. Вы являетесь, как вы сейчас упомянули, доцентом кафедры хирургических болезней КГМУ, а работаете, возглавляете отделением кардиохирургии в клинике КФУ. А почему вы не доцент какой-то кафедры здесь? Я думаю, что это явление временное. Я не считаю, что это принципиальное. То есть, просто заведующий нашей кафедрой Руэн Конрайджерджики это и мой научный руководитель и главный кардиохирург республики. Поэтому, скажем так, начинать новое отделение, начинать работу в стенах новой клиники, безусловно, удобнее, скажем так, когда наш шеф номинально является твоим научным шефом и твоим клиническим шефом. Ну, понятно. Я хочу вас поблагодарить за беседу, которая, помимо всего прочего, мне кажется, имеет, хотя вы и не терапевт, некий такой терапевтический эффект. Поговорив с вами, я почувствовал, что в общем дела с людьми, с идеями, с навыками немножко лучше, чем вот я представлял, глядя со стороны. Потому что, ну, общераспространенное, да, мы все время думаем у нас и это не так, и это не так, и это не так. И хорошо, когда обнаруживается, что что-то все-таки так, и что-то можно делать, и куда-то можно двигаться, и мы движемся где-то в правильном направлении. Я просто хочу напомнить нашим телезрителям, уважаемым, что сегодня в программе «Акцент» принимал участие заведующий кардиохирургическим отделением клиники Казанского федерального университета, кандидат медицинских наук Данияр Фаридович Хазиахметов. Спасибо вам за внимание, до новых встреч. Вам спасибо. Спасибо вам. За то, что пришли и укрепили веру в хорошее. Спасибо. Всего хорошего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова